Итак, друзья, сегодня мы будем с вами посещать музей истории ГУЛАГа. Мы приехали с вами на метро Достоевская. Именно здесь находится музей. Все это связано с тем, мой репортаж, который я попытаюсь сделать, связано с тем, что YouTube стал активно удалять мои аудиозаписи Варлама Шаламова с канала. И пока он его не удалил, мы с вами сделаем маленькую экскурсию. Итак, начинаем. Это музей Советской Армии. Сейчас мы пойдем на самотечный переулок, на 4-й, на 1-й. Мы начнем с первого музея с надписи на стены. Ну и так далее. Идем. Погода сегодня не хватан, конечно. Подходим к первому музею ГУЛАГа, который, в общем-то, был в небольших комнатах. Вот мы смотрим через деревья надпись. Сейчас мы ближе подойдем. Это Суа Варлама Шаламова. А вот смотрим, сейчас подходим. Это первый музей, он был в небольших комнатах. Потом выделили большое здание. Ну а вот это его слова. Сейчас мы с вами это увидим. Сейчас близко снимем все. Это должно быть у нас в памяти все. Смотрим. Уже многого не видно. Что-то постиралось. Сейчас мы увидим. Вот здесь. А вот так, видите, вверху. Варлам Шаламов. Надеюсь, вам видно. Сейчас я отойду. Вот так. Сейчас еще. Вот так. Еще раз показываю вам. Сейчас пойдем в музей. Музей вышел. Все, идем. Идем в музей. С вами по четвертому саматичному. Смотрите. Ну, сегодня 23-е севера. Всех бойцов поздравляю. С праздником. Все, кто служил и кто будет служить. Во славой осизме. Всех поздравляю. Идем. Вообще, YouTube стал угадать Шаламова достаточно акцентированно. Постал угадать рассказы, именно связанные с правоохранительными органами. Почему-то так акцентированные. И наиболее спрашиваемые рассказы. Причем правообладатель у него нет ни офиса, ни телефона. Его невозможно найти. И он, причем, так интересно, обладает всеми правами. Все, что практически возможно сделать. Так, подходим к Узею. Смотрите. Вот он. Показываю вам. Вот он. Идем к нему. Пойдем. Я сегодня набирал. Сказали, они работают. Так что мы должны сегодня туда попасть. Там будем смотреть, избирать она достаточно. Потому что я бывал в тех местах. Знаю, что это и где это. Поэтому посмотрим. Я буду комментировать. Кстати, если будете сами, съемка там бесплатна. Так что... отходим. Все, пока отключаюсь. Сейчас зайду и включу снова. Всего доброго. Заходим в Узе. Вот это третий этаж. Узе истории Булага. Как хотели, у меня забрать суху. Ну, я как бы прошел. Смотрим. Смотрим. Это вход. Смотрим. Видел на Валькумэе остатки. Примерно такие двери, да. Ну, они тут ухоженные. Что так? Ну, были кольцера между между Певеком и Горгичаном. Горгичан сейчас заброшенный. Между Певеком и Горгичаном трасса была. А сейчас навеса наверное нет. Был лагерь и там был карцер. Карцер был высотой 80 сантиметров где-то вот так. То есть там можно было сидеть только присев. И посредине стояла печь между двумя камерами, в которой стены были выше. Там сидел охранник, как я понимаю. Там стояла печь. А вот эти приседушку две камеры были холодные и неотапливаемые. А это Микоям Анастас, который прижил при всех властях. А это что салдетия съест. это экрана. Смотрите, вот это грузей. Вот они все. идем дальше. Белоборо-Волткевский камал. вообще я вижу, очень стилизовано, все очень приукрашено из того, что есть самонгиды. Место все намного страшнее. Даже чтобы побывать сейчас в этом времени и посмотреть то, что там было, вот снимают то, что есть в музее. Это Камама. Пока не вижу чековских лагерей, наиболее страшных лагерей. Уровнево-Родников на Горгичане, Комсомольский прииск, Росноармейский прииск, например. Эти отвалы, эти шурфа, в которых находились скелеты, вот этого пока не вижу, но сейчас увижу. Идем дальше. Погазываем. Вообще все сделано очень классно, конечно, красиво. Похоже это Будугачак. Да, это Будугачак. Один из самых страшных лагерей лагерей. Другого дня. Продолжение следует... Это было на веснах, в общем, неизвестеного. И я, конечно, понимала, что творит так, но для меня все это так было неожиданно. Я как пролетована или как неизвестеного. И только смотрела, как были границы в ящике, все ящики были вскрыты, замки все были выполнены. И оттуда все было вымотано. Папа, конечно, не гарантирую, но успокаиваю маму. Не молчися, я ничего не не знаю. Посмотрим. «Папа, когда вас привезли назад в ноги, то начало в том, когда на стенке не сзади, потому что в нем были воробили с ноги не могли так получить в поле. Такое, что слоя было слоя очень было без любви. И вот когда отставал пёсик падал, Считался победа. Вот один раз в нашей колонии стрелял. Смотрим доки, приказы, указы, подписи. Смотрим инструменты, об этом кисломоделка. Пожалуйста, музея. Как-то все в общем, когда меня не втыкает дальше. Котелки очищенные. Лучше бы грязные поставили, таких бы они были. Заточки. Замки. Все это не страшно, я скажу. Потому что в музее. Все это не страшно. Вот, читайте. Спецпредседовцев я видел везде. Особенно их много я видел в Амурском, в Хабаровском крае. Западная Украина. Очень много. Снимаю чемоданы. Как шли этапами с этими чемоданами люди. Вот их. Рисунки, котелки. Книги. Ну, хочу вам сказать. Запись вроде эти нахвалит. Вот, как раз. Рисунки. Охмур. Книги. Рисунки. Книги. Артем. Книги. 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 Посмотрим. Да, он это знакомо, как выглядел. Про соармейских бортах, что непонятно. Они коммуняки. А душевские, сука. Улих. Жданов. Комната города Жданов, да? Мариупор. Кабинян. Его мать. Дедушку калинянам я. Повторим. Ну вот этого не знаю. Вот. Кому некий, бля. Ну вот ваш любимец, Иосиф Исуевнович Бит. Ягода расстрелянная, Ягода вернее, Ягода, Ягода, Ижу, расстрелянная. Берия, расстрелянная. Вот это свой твердый полер. Понимаешь, Иосиф тоже своё поле. Коганрой ещё. Нельзя подождать, Уже круглая витрина. Уже круглая витринационно. Продолжение следует... 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 провести на экскурсию колумбу и чикотку те места о которых вообще никто не знает будет интересно